Я Резо вообще знала до того, как мы познакомились просто по его фильмам, которые я безумно любила. И однажды, это была, по-моему, осень, дочка моя Аня уже ходила в школу. И кто-то мне вдруг сказал, а ты знаешь, что приехал Резо со своим спектаклем, и вот сегодня один спектакль будет. И мы мигом полетели, взяли такси и подъехали к театру. У меня было три рубля, а дорога наша стоила рубль. И я сказала водителю, что вот три рубля. У него тоже не было сдачи, он посмотрел на толпу, которая стояла у входа, и говорит, сейчас я разменяю. Я смотрю в эту толпу и вижу, там стоит Резо, которого я видела по телевизору до этого. Этот водитель к нему подошел, что-то они о чем-то говорят. Резо роется в карманах, достал ему три рубля, разменял. Водитель принес мне, дал сдачу два рубля, а я ему говорю, вы знаете, кто вам разменял три рубля? Он говорит, не знаю, кто это. Я говорю, это же режиссер этого театра, говорю я ему. А он говорит, да. А я ему сказала, у вас такое хорошее лицо, разменяйте мне три рубля. Какой-то не случайный был этот водитель. Если вы помните Мимино, там, когда Фронзик перед судом ищет, кто бы дал же свидетельство о том, что Мимино не сильно побил, не очень виноват, он подходит к рамору и говорит, у вас такое честное лицо или что такое, такие честные глаза. Я выхожу. Билетов нет абсолютно, конечно, на этот спектакль. Я работаю в газете. Я впервые в жизни решаюсь использовать служебное положение. Я подхожу к Ризу, он так посмотрел на Аню и говорит, это ваша дочка? Я говорю, да, запомните, это будет великий человек. Я так обалдела от этих слов. Он договорился с каким-то своим администратором, и нас посадили просто в роскошные места. И он мне сказал, только, пожалуйста, потом подойдите после спектакля ко мне. И дальше пошел этот спектакль. Но в конце у меня был маленький такой шок, который, видимо, определил всю мою дальнейшую жизнь. Он выходит в конце, после спектакля, и начинает разговаривать, кукол показывать. Он вышел и вынес куклу Армстронга. Такой черный человек в белом костюме пел «Let's my people go». Потом к нему вдруг вышел маленький такой тайский какой-то человечек. И Армстронг говорит, давай я тебя научу. Начал учить его петь «Let's my people go». Но в какой-то момент, когда он ему сказал, ну, теперь ты пой, то он запел какую-то грузинскую песню. Ну, зал стал смеяться, и в этот момент из-за кулисы вывели существо. То ли это мышка, то ли это кошка, то ли это собачка какой-то неизвестной породы. Она вдруг встала на задние лапки и начала танцевать лесгимку. Вот такой пластики, такой музыки, такого вот движения я просто никогда не видела. Ну, естественно, аплодисменты кончился, спектакль, я побежала в горизонт. И он мне сказал, скажите, пожалуйста, а вот можете вы, журналистка, можете вы написать заметку, что мы к вам приезжали? Этой газете не принято, тем более я работала в «Ленинградской правде». Мы могли дать анонс, а уже после того, как они сегодня ночью уезжают, ну, я сказала, да, я сделаю. Я приезжала на работу в отдел культуры. Они мне сказали, Лиза, ты что, с ума сошла? Какой они уже уехали давно, о чем ты будешь писать? После того, как я там просто рыдала, они сказали, ладно, давай, как-нибудь пропустим. И мы дали маленькую заметку, которую, когда она вышла, я ее вырезала и послала в Тбилиси на адрес театра. Прошли годы, уже, ну, лет 5-6, уже мы как-то переписывались, что-то такое уже, такое знакомство было. Театр Ризо приехал сюда на гастроли, уже какой-то текст писал там большой, серьезный. И я пришла на один из спектаклей, приходит какой-то человек с сыном, и Ризо ему дает контрамарки. И я слышу ухом, как он ему говорит, это ваш сын. Он говорит, да, это вы запомните, он будет великим человеком.